Мир вам и вашему дому Как Конор МакГрегор заставил весь мир уважать себя Конор МакГрегор изменил весь мир современных смешанных единоборств Ирландец популяризировал ММА по всему миру и фактически стал символом и лицом UFC Но при этом Конор прошел путь, в который трудно поверить Это практически голливудская история о превозмогании себя и стремлении к цели К нему нельзя относиться равнодушно Его можно либо любить, либо ненавидеть Поэтому сейчас мы расскажем, за что даже хейтеры уважают Конора МакГрегора Но перед началом подпишись на канал, поставь палец вверх и напиши свое мнение в комментариях Первая причина – тяжелый путь Конора МакГрегора МакГрегор шел к вершинам спорта буквально с самого низа Он забросил работу и тренировался как одержимый, порой проводя по три тренировки в день МакГрегор жил на пособии за счет своей девушки Ди Девлин, которая его содержала Поверив в перспективность парня МакГрегор начал свой путь на профессиональном ринге в промоушене своего тренера Джона Каваны Но уже в третьем своем бою потерпел поражение Конор крайне тяжело воспринял проигрыш Начал пить и чуть не угодил на самое дно Но тренер и девушка смогли вытащить ирландца из запоя МакГрегор снова стал тренироваться и начал работать над ошибками Конор вскоре стал чемпионом в местном промоушене А затем его подписали в UFC Таким вот образом нищий парень из Ирландии смог попасть в UFC Вторая причина Фирменный стиль МакГрегора Я собираюсь стать экспертом во всех единоборствах Если я вижу крутого боксера, то сразу же понимаю, что моих киков он не выдержит Передо мной боец Муай-Тай, я сломаю его на земле Заявил как-то Конор МакГрегор Конор начал свой путь с бокса, который он изучал под присмотром боксера-олимпийца Фила Садклиффа Именно Фил и поставил Конору его нокаутирующий удар левой рукой На одном лишь боксе МакГрегор не остановился Под руководством Джона Каваны Конор изучал джиу-джитсу Но стиль Конора не базируется на каком-то одном единоборстве Его стойка взята из тэквондо и карате Дистанцию он контролирует ударами ног из кикбоксинга При этом действует Конор в бою очень странно Своими ударами он прессингует оппонента И в то же время выжидает момент для контратаки Стиль прессингующего контрпанчера был настоящей новинкой для UFC И сейчас многие бойцы пытаются скопировать его Третья причина Трэш-ток и поведение на пресс-конференциях МакГрегор – ирландец А у этого народа красноречие в крови Поэтому на пресс-конференциях Конора МакГрегора всегда так много народу Каждое сообщение с прессой – радость для ирландца Конор остроумно высмеивает своих соперников Ведет себя вызывающе и дерзко Но при этом он никогда не переходил границ После боя МакГрегор почти всегда пожимал руку своему оппоненту в знак примирения Самое главное – Конор своей болтовнёй прекрасно продавал бои При этом почти все предсказания говорливого ирландца сбывались Сказал, что вырубит в первом раунде – значит вырубит Четвертая причина – двойное чемпионство и бои ирландца МакГрегор мог не только болтать, но и вырубать своих оппонентов Редкий его бой доходил до решения Конор со своим феноменальным таймингом и футворком просто превосходил оппонента на голову МакГрегор зачистил весь дивизион полулёгкого веса И смог всего за 13 секунд нокаутировать легенду ММА Жозе Альдо Но Конор не остановился и даже попытался дебютировать в профессиональном боксе Хотя и неудачно А после долгого простоя МакГрегор вернулся и сенсационно нокаутировал чемпиона лёгкого веса Эдди Альвареса Так МакГрегор стал первым чемпионом, одновременно удерживая титулы в лёгком и полулёгком весах Пятая причина – первый человек после Даны Дана Уайт ещё при подписании ирландца в промоушен сказал «Чёрт, если он хотя бы немного умеет драться, то он точно будет богат» Уайт как в воду глядел Ирландец стал миллионером после боя против Чада Мендеса Хотя гонорар Конора был небольшим, основную часть доходов МакГрегор получил в виде процента от продаж платных трансляций его боёв А уж убедить людей купить Pay-Per-View у МакГрегора всегда получалось отлично МакГрегор по состоянию на 2020 год поставил аж шесть рекордов по продажам платных трансляций Также Конор стал первым бойцом, кому бои принесли настоящее состояние За один лишь реванш против Нейта Диаса он получил свыше 15 миллионов долларов, а бой против Флойда Мэйвейзера озолотил обоих После поражения Конор не унывал, ведь он вошёл в список Forbes как один из богатейших спортсменов на планете МакГрегор активно приумножает своё состояние Он владелец собственной линии одежды, даже виски свой выпускает Конор МакГрегор – живое воплощение американской мечты Хотя у меня Конор вызывает сомнительные эмоции Но его есть за что уважать, и есть в нём положительные качества Да и сделал он очень многое для UFC Просто где-то путь бойца он сменил на путь артиста Благодарю каждого, кто был до конца Обязательно подпишитесь, и мы будем радовать вас дальше Всем хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok